Судебными приставами и исполнителями только в январе возбуждено 4000 дел в пользу предприятий ЖКХ Мурманской области. Таким образом, общий долг по коммунальным платежам у северян составляет почти 850 миллионов рублей. Как взыскивают долги с неплательщиков? Об этом в материале нашей съемочной группы. Больше всего претензий и жалоб от жителей Мурманской области поступают в адрес предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Негативные обращения не безосновательны. Однако далеко не все собственники квартир соблюдают свои обязательства перед коммунальщиками. Об этом говорит общий долг по квитанциям 849 миллионов рублей. А вот топливно-энергетическому комплексу неплательщики задолжали почти 2 миллиарда. Бывают разные. Бывает и 3000 приходят исполнительные документы, и под 100 тысяч. В связи с того, сколько люди не платили. Судебные приставы-исполнители, пожалуй, самые нежеланные гости в доме. И все же их появление на пороге можно легко предсказать. Имеются большие долги по алиментам, штрафам или коммуналке, жди ареста имущества. Задолженность у вас, конкретно вот эта задолженность, по исполнительному документу, не погашается. Она у нас как была 35 тысяч, так и есть. После того, как суд выносит постановление об описи имущества, объяснять что-то судебным приставам бессмысленно. Договориться тоже не получится. Да и вместо того, чтобы винить сотрудников в черно-зеленой форме в своем расставании с любимым телевизором, неплательщику стоит задуматься о своих долгах уже всерьез. У граждан, которых мы сегодня посетили, задолженность там более 30 тысяч. И есть довольно крупные суммы. В связи с тем, что данные граждане не отказываются погашать задолженность в добровольном порядке, проверяем имущественное положение, стильное наложение ареста на имущество для дальнейшей его реализации. Реализуется, то есть продается арестованное имущество не сразу. Должнику дается еще месяц на уплату долга. В случае погашения все описанные бытовые приборы вернутся хозяину в целости и сохранности. Но также неплательщик имеет право ничего не предпринимать. Тогда деньги, вырученные с продажи его техники, пойдут на погашение квитанции. Вот только в дом снова придется покупать всю бытовую технику. Продолжение следует...